Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговый диет компании TechMill и сами я, Артур Изятулин. Ну что ж, давайте подвергнем анализу американский фондовый рынок, а рассмотрим с вами такой инструмент, как фьючерсы на индекс SV500. Мы рассматриваем данный инструмент, потому что он торгуется 24 часа 5 дней в неделю, торгуется непрерывно, в отличие от индекса, который торгуется у нас только в американскую сессию. Собственно, что мы видим? У нас долгое время фьючерсы находятся вот в таком вот восходящем канале, несколько раз они у нас отбивались от нижней границы восходящего канала, но в понедельник у нас произошло нечто экстраординарное. Рынок у нас и мир узнал о новом штамме коронавируса, последовало ряд негативных и, можно даже так сказать, шокирующих новостей, которые, собственно, привели к очень такой резкой коррекции до уровня 3600. Но что нужно заметить? С начала пандемии у нас все коррекции и последующие восстановления характеризуются вот таким вот V-образным движением. Это говорит о том, что преобладает на рынке высокий аппетит к риску, то есть инвесторы капитал только и ждут любого падения. Все понимают, что любое падение будет использовано другими инвесторами, будет воспринятыми другими инвесторами как удобный повод, чтобы войти вверх, войти в длинные позиции. И вот такое преобладание погони за доходностью, погони за любой возможностью купить провал вызывает вот такие характерные паттерны на рынке, где вот такая резкая коррекция, она затем сменяется на очень быстрое восстановление. Но, чтобы понять, действительно ли эта коррекция, она завершилась и рынок снова перешел в рост, нужно понимать, что у нас есть обозначенный канал движения вверх. И сейчас, что мы видим, у нас произошел повторный вот здесь тест нижней границы восходящего канала, что говорит о том, что медведь пока не собирается ослаблять хватку. У нас все еще сохраняется кейс на продолжение коррекции, этому способствует, во-первых, замедление экономики США, о котором мы поговорим, сохраняющаяся неопределенность по поводу нового штамма коронавируса, неопределенность по поводу того, когда же у нас разблокируют авиасообщение с Британией, когда у нас Европа начнет снимать локдауны. Собственно, вот такие вот события, которые большую долю неопределенности в себе еще содержат, да, их последующее развитие, они вот как раз-таки позволяют сейчас рынку, позволяют медведям как-то пытаться перехватить инициативу. И с технической точки зрения очень важно, что произошел вот этот повторный тест нижней границы восходящего канала. Это говорит о том, что подвергается сомнению вот это быстрое восстановление после коррекции, подвергается сомнению попыток, всех попыток перейти вот такой быстрый рост. И нужно как раз-таки ориентироваться, внимательно следить, будет ли у нас уход ниже данной линии. Если мы продолжим снижаться, если мы будем пытаться закрепиться ниже данной линии, то можно будет рассчитывать уже на конкретные позиции на продажу, на движение индекса вниз. Пока что, как мы видим, сохраняется все еще в целом восходящее движение, так как мы находимся в этом восходящем канале. Давайте, собственно, обсудим также, что у нас по новостному фронту, какие у нас события, какие отчеты у нас появились. Значит, во вторник появилась вот такая вот у нас интересная информация из США. Это индекс доверия потребителей от Conference Board за декабрь и продажи на вторичном рынке жилья. Эти два ключевых отчета, они, на мой взгляд, показали, насколько сейчас экономика США быстро теряет импульс восстановления. Видно, что у нас рынок, что консенсус прогноз по индексу доверия потребителей составляет 97 пунктов. Но произошло вот нечто, нечто экстраординарное. Вопреки ожиданиям подъема, индекс вообще не туда у нас двинулся. Составил он 88,6 пунктов. Это значительное снижение, если переводить это на язык какой-то конкретики. Что это на самом деле означает? Это означает, что потребитель действительно не уверен в том, что будет с доходами в ближайшие месяцы. Поэтому планируют либо сократить, либо ограничить потребление. То есть нормальный уровень индекса это выше 100 пунктов. Индекс, собственно, в значении 88,6 пунктов, это говорит о том, что потребитель США намерен ограничить, средний потребитель США намерен ограничивать потребление, и он существенно не уверен в доходах. Собственно, у нас, как мы видим, произошел действительно резкий вот такой негативный сюрприз в индексе доверия потребителей. И, как мы с вами знаем, данный индекс является лидирующим индикатором потребительских расходов США. То есть вот двигается данный индекс вниз, это означает, что в ближайшем времени потребители США начнут или ограничивать свои расходы, или как-то менять свою кардинную потребление, как-то более себя консервативно, экономно вести. И, конечно же, это означает слабую динамику ключевого компонента ВВП. У нас потребительские расходы это ключевой компонент ВВП. США составляет более 60%, даже более 70%, простите, процентов. Это означает замедление ВВП, собственно, в ближайшем месяце. Вот этот лидирующий индикатор, я советую бы вам обратить на него внимание, взять его под свой радар, на него ориентироваться, потому что ВВП в США, возможно, в ближайшие месяцы из-за этого покажут несколько худший показатель из-за снижения, из-за слабой динамики потребительских расходов. Затем, продажи жилья на вторичном рынке. Тоже очень важный показатель. Почему? Потому что, если вы следили за данным индикатором, за продажами на вторичном рынке жилья, за ипотекой, за первичным жильем, как хорошо оно продается, вы могли заметить, что в США, как и, например, в России, происходил некоторый потребительский бум в этом отношении. То есть активно скупалась недвижимость, активно люди входили в ипотеку, все прекрасно понимали, сейчас время самых низких ставок падать уже как бы некуда, поэтому лучше, если есть ипотека, ее рефинансировать как-то, если, получается, есть возможность встать в ипотеку, взять ипотеку, нужно это делать. У нас за счет этого наблюдался вот этот бум на рынке недвижимости, который был важным компонентом этого посткризисного восстановления, которое в США происходило, он как раз-таки у нас двигал вот этим восстановлением. И что мы сейчас видим? У нас, во-первых, показатель не оправдал ожидания. Если мы посмотрим, что у нас произошло в месячном выражении, как изменилась месячная динамика, то падение составило минус 2,5%. Здесь вот не видно получается на данном, в этих данных не видно этого снижения, но в альтернативных данных снижение составило 2,5%, рынок ожидал снижения на 1%, также значительно не оправдал у нас ожидания данный показатель. Далее. Мое внимание привлекла также новость. Давайте ее рассмотрим. Вот такая вот необычная новость. Это то, что Трамп у нас вчера заявил, что он угрожает, он собирается, точнее, не подписывать пока что сделку, фискальную сделку, требуя от Конгресса повысить так называемые стимулирующие выплаты, то есть средства, которые будут направлены прямо в руки потребителям, прямо в руки безработным населению, то есть, которые будут немедленно доступны для того, чтобы эти средства могли быть потрачены на потребление. Что самое интересное, если мы посмотрим, какие были действительно у Трампа требования, что он действительно, получается, хотя вот Конгресса, тут какие-то вообще просто фантастические требования, что-то типа... Вот здесь мы с вами видим, Трамп у нас требует 2000 долларов для отдельных лиц и 4000 долларов для семейных пар, при этом Конгресс у нас одобрил всего лишь 600 долларов на человека, получается, стимулирующие выплаты, Трамп у нас потребовал аж 2000, и понятное дело, да, вот что у нас несколько месяцев Конгресс вел баталии, вел дебаты, демократы с республиканцами вели дебаты по поводу того, на какой же они сумме сойдутся и сколько же вот будет размер этих стимулирующих выплат человек, еле-еле они сошлись на сумме в 600 долларов, и тут Трамп перед, получается, подписанием уже этого законопроекта, когда уже все договорились, уже нужно будет поставить просто подпись. Он вот такой вот трюк выкидывает, такой вот популистский шаг делает, заявляя, что он требует от Конгресса, чтобы они увеличили стимулирующие выплаты в 2000 долларов. Что нужно понимать, вот так вот... Вообще осуществимо ли это, да? Вот может ли взять и Конгресс как бы изменить, скорректировать законопроект так, как хочет Трамп. До окончания работы правительства в этом году осталось 5 дней, то есть 28 декабря правительство завершает свою работу, то есть работа правительства профинансирована до 28 декабря. То есть получается, если Конгресс сейчас серьезно воспринимает требования Трампа, чтобы начать корректировать данные законопроекта, так как хочет Трамп повышать данные, повышать стимулирующие выплаты, у них есть всего лишь 5 дней. То есть они, получается, не могли договориться несколько месяцев, и тут, ну, понятное дело, это совершенно неосуществимо, что за 5 дней они вдруг придут к тому, что они, да, готовы повысить до 2000 стимулирующих выплаты. Это нереальный. И, естественно, возникает вопрос, зачем тогда Трамп выдвигает абсолютно фантастические, ну, нереалистичные требования Конгрессу? На мой взгляд, это такой вот спектакль поставлен, это вот такой авантюристский шаг, чтобы заработать политические очки, так как Трамп ожидал понять, что он будет выдвигаться на следующий срок, и сейчас он это делает, чтобы показать, как он один против целого Конгресса, пытается выбить больше денег для народа, да, чтобы в глазах народа вот предстать некоторым таким спасителем, который вот борется за то, чтобы правительство больше денег предоставило безработным, предоставило населению и так далее, да, чтобы вот как-то приобрести вот за счет этого какую-то репутацию, что вот он, да, вот пытается спорить с Конгрессом, с жадным, скупым Конгрессом, чтобы они повысили вот эти выплаты. Рынки, как бы, не особо впечатлили у нас данный популистский шаг Трампа, мы видим, что тут у нас после объявления новостей значительного снижения не происходило, да, произошло вот такое такое резкое небольшое снижение, да, в сторону вот этой нижней границы восходящего канала, вот здесь как раз таки мы видим, что новость Трампа, она спровоцировала вот такое вот небольшое снижение, которое достаточно быстро выкупили, скорее всего, это были какие-то, ну, алгоритмы, да, которые сработали на том, что просто, как бы, чуть-чуть что-то пошло не так, да, сделка не была подписана, Трамп решил взять паузу, но в целом, когда инвесторы переварили эту информацию, стало понятно, что ни к чему серьезному это не приведет, и, скорее всего, Трамп подпишет сделку, наверное, сделает это в последний момент, сценарий того, что Трамп научит вето на данный законопроект, он маловероятный, это сценарий, Трамп сейчас просто вот разыгрывает такой вот спектакль. Теперь, давайте все-таки обратно вернемся к коррекции, чтобы понимать, когда же нужно все-таки покупать, входить, потому что руки чешутся это сделать. Я бы хотел обратить внимание на такой вот важный аспект коррекции, да и вообще роста, это динамика притока и оттока капитала в развивающейся рынке. Мы с вами будем смотреть основные, собственно, бенчмарки, основные, собственно, источники, не источники, основные способы инвестирования в активы развивающихся рынков, это, собственно, ETF на развивающиеся рынки. Мы возьмем с вами два самых крупнейших фонда, возьмем, собственно, и посмотрим динамику такого ETF, как Vanguard Equity Index Fund, да, в развивающейся рынке. Это один из крупнейших фондов, который инвестирует у нас, портфель, которого состоит у нас из активов развивающихся рынков, инвесторы активно, собственно, вкладываются в развивающиеся рынки, тогда, когда они ожидают, что доходность в развивающихся рынках, которые не получат на капитал, она будет превышать доходность, которую они могут получить в активах не развивающихся рынках, ну, например, активов развитых экономик. Переток и капитал, собственно, у нас в развивающейся рынке происходит тогда, когда инвесторы считают, что развивающиеся рынки будут расти опережающим темпом. Собственно, сейчас у нас именно возникла такая вот ситуация, мы знаем, что новости с вакциной, низкие процентные ставки, это все должно, и, и, да, накопленный спрос, это все должно привести к очень быстрому восстановлению экономики в 2021 году, о котором сейчас говорят все, и рынки в это верят, и главным бенефициаром вот этого роста обычно будет выступать в развивающейся экономике. Норма доходности, именно вот такой вот короткий промежуток времени, где вот первая фаза восстановления у нас происходит, именно в эту фазу у нас развивающиеся рынки будут чувствовать и показывать доходность лучше других. Собственно, поэтому у нас наблюдался опережающий рост в акции развивающихся рынков, и что мы видим? Оценивая, собственно, коррекцию у нас, которая на фондовых рынках происходила, мы видим, что у нас долгое время индекс, данный ИТ, ИТ, точнее, находился в таком восходящем движении, и произошла, собственно, у нас резкая коррекция в понедельник, которая у нас вывела, получается, данный ИТФ ниже нижней границы этого восходящего канала, сейчас он торгуется ниже, и он у нас, мы видим, приблизился к 200-часовой скользящей средней и, конечно, пытается ее тестировать. Чтобы мы с вами могли говорить о том, что тренд у нас на восхождение сохраняется, нам нужно говорить о том, вернется ли у нас цена данного индексного фонда в восходящий канал. Собственно, пока мы видим достаточно в краткосрочной перспективе депрессивную динамику, потому что произошла у нас резкая коррекция, индекс у нас снизился, и сейчас он будет тестировать 200-часовую скользящую среднюю, то есть он у нас будет не тестировать, вот эту линию, не будет у нас пытаться обратно вернуться в восхождение, но будет у нас тестировать ключевую линию поддержки, то есть будет рассматриваться сценарий, а не перейти ли нам в снижение. Мы говорим как раз таки вот об этом уровне, это у нас 200-часовая скользящая средняя, и как мы видим у нас сейчас собирается данный ETF тестировать вот этот уровень поддержки, то есть мы сейчас говорим о возможном продолжении именно коррекционной динамики, а не возобновлению восходящего тренда. Я бы его советовал вам обратить на это внимание, потому что если у нас начнут чахнуть развивающиеся рынки, если мы увидим, что восходящая динамика там нарушена, это ставит уже под вопрос, как вы понимаете, вот эту идею восстановления в 2021 году, так как если у нас основные бенефициары этого роста восходящие рынки, если инвесторы считают, что там будет не очень хорошо и активно из них выходит, автоматом мы подвергаем сомнению вот эту идею глобальной экспансии в 2021 году, о которой сейчас все говорят, на которой сейчас все рассчитывают. Поэтому я бы вам советовал очень внимательно следить как раз-таки за ETF, за взаимными фондами именно развивающихся рынков. Два главных фонда это вот Vanguard International Equity Index Fund и вот еще один давайте посмотрим это у нас iShares Core MSCI это два крупнейших у нас ETF с наибольшей капитализацией то есть с наибольшими средствами инвестора которые вложили собственно эти ETF и как мы видим, что динамика у нас сейчас не очень там хорошая у нас нарушился вот этот восходящий тренд если мы посмотрим вот что было до то вот я бы заметил что у нас похожий вот здесь сценарий был у нас в ноябре данный фонд ушел ниже восходящего тренда происходила вот здесь вот эта расторговка но как вы помните именно тогда именно вот в начале ноября в десятых часов у нас появилась новость о том что Байден выиграл то что он победил на выборах одержал победу и вторая второй момент это вот новости по вакцине вот эти два момента они затем позволили вызволить развивающиеся рынки снова привести восходящий тренд и вот дальше у нас продолжился вот этот как вы видите рост именно вот эта комбинация с позитивных новостей сейчас вот этой комбинации с позитивных новостей нет фискальная сделка приняли все уже по вакцине известно но рынок как мы видим у нас нарушил свои движения вверх вышел из восходящего канала и сейчас рассматривается вариант теста ключевой еще раз вот этой поддержки очень важный момент который на мой взгляд нужно иметь ввиду по ситуации с коронавирусом у нас появились сегодня сообщения что Франция открыла сообщение с Британией CDS США это организация которая у нас отвечает за контроль которая контролирует ситуацию с коронавирусом в США разработчики вакцины все они утверждают что в один голос что кроме повышенной заразности у нас новый штамм ничем не отличается от существующих штаммов в целом заголовки по теме коронавирус у нас нейтрально позитивные вот давайте рассмотрим с вами также ситуацию по американскому доллару да я в последнее время много много времени посвящаю вниманию посвящаю свое внимание американскому индексу доллара собственно даже не обращая внимания на то что у нас происходит по остальным валютам потому что у нас вот это резкое движение фондовых рынков вверх оно сопровождается глобальным дампом доллара у нас доллар освевает практически против всех валют и на мой взгляд даже если вы оцениваете как бы динамику валют против доллара то чтобы оценить вот эту динамику как будет отдельно каждая пара двигаться достаточно просто смотреть что у нас происходит с индексом доллара это некоторая такая макро тема глобальный тренд который будет определять дальнейшее направление рынка мы же сами не раз обсуждали что у нас индекс доллара движется в восходящем нисходящем канале я вот здесь его отмечал получается давайте вот такой вот у нас нисходящий канал по индексу доллара есть отбился он успешно от поддержки который я обозначивал затем произошло у нас такое восхождение да вот здесь отбой и снова мы тестируем границу восходящего канала уже второй раз мы ее тестируем я если помните на прошлом в прошлом видео мы с вами обсуждали момент я говорил что если у нас под конец года индекс доллара выйдет вот сюда и будет у нас отбиваться от этого уровня это нам будет говорить о том что возможно стоит рассматривать у нас какие-то покупки по доллару несмотря что у нас есть глобальный консенсус что доллар у нас должен дальше снижаться на мой взгляд по технике очень важно сейчас рассматривать вот этот альтернативный сценарий хоть он вот такой в него тяжело верит на него тяжело ориентироваться потому что все говорят доллар будет снижаться доллар будет падать но вот техника нам нам говорит техника нам показывает что два теста у нас уже произошло вот здесь да техническая коррекция вниз вот такой отбой был но видите мы снова переходим восхождение мы снова тестируем верхнюю границу вот этого нисходящего канала это потенциально говорит о смене тренда нужно вот на это ориентироваться потому что если мы дальше бы торговались ушли здесь и торговались бы тестировали бы нижнюю границу и так далее это бы нам говорило что мы продолжаем находиться в нисходящем тренде сейчас как видим мы тестируем верхнюю границу и если мы выйдем из нее и затем уже отобьемся я бы рассматривал я бы на самом деле рассматривал покупки по по индексу по индексу доллара в частности рассматривал бы по продаже продажи по евро доллар да как раз таки ориентируясь вот на эту техническую картину по индексу доллара мы тестируем вот здесь вот важную границу нисходящего верхнюю границу нисходящего канала это уровень получается чуть выше 90.50 вот такая вот у нас ситуация по доллару обстоит я обозначил для вас важный уровень на который нужно ориентироваться завершающим штрихом сегодняшнего обзора давайте рассмотрим ситуацию по нефтяному рынку я бы хотел обратить ваше внимание на то что у нас уже какую неделю подряд растет число запасов в США шестую неделю подряд как мы видим у нас растут запасы коммерческой нефти в США это очень нехороший сигнал для нефтяного рынка возможно это говорит о возвращении американских нефтяников на рынок который начинает качать нефть начинает добывать нефть растет у нас предложение со стороны основных конкурентов ОПЕК и России на рынке нефти это старая очень история которая держала рынки нефтяные цены под давлением сейчас опять приобретают новые краски у нас американские производители постепенно естественно просыпаются так как цены растут становятся более комфортными рентабельными для возобновления производства что мы собственно и наблюдаем вот такая вот устойчивая картина где запасы растут конечно же это главный вот один из главных я бы сказал факторов того что дальнейшая цена дальнейший рост цена на нефть он у нас будет сдерживаться потому что эта история она не новая она уже повторялась очень много раз боролся ОПЕК с американскими нефтяниками с переменным успехом в итоге все равно нефть у нас плохо росла сейчас сейчас как мы видим вот этот последовательный рост запасов на мой взгляд это некоторый потолок нефти я считаю что мы будем болтаться в диапазоне по нефти который мы сейчас имеем и текущее движение наверх небольшое хотя текущее движение наверх я бы не стал воспринимать всерьез потому что я считаю что мы достигли максимума который будет по крайней мере несколько месяцев держаться как раз таки потому что у нас вот такой очень важный фактор вмешивается как конкуренция со стороны американских нефтяников что видно вот через растущие последовательно растущие запасы в США вот собственно что нужно иметь ввиду по нефтяному рынку я думаю что я вам рассказал о всех основных моментах о которых я вам сегодня хотел рассказать если у вас остались какие-то вопросы или комментарии по данному видео если вы что-то хотите добавить поделиться вашими мыслями по поводу инструментов которые я обсуждаю по поводу текущей коррекции то пожалуйста вы можете создать их под видео я рад с вами подискутировать и это обсудить если вам понравилось это видео или вы находите его полезным то пожалуйста не забудьте поставить лайк мне будет очень приятно я буду понимать что вам это видео понравилось или собственно поставить дизлайк чтобы я так же понимал что вам не понравилось или опишите то что вам не понравилось Вот, собственно, это все на сегодняшний день. Я завершаю свой обзор, затем и удаляюсь. Как говорится, всего доброго, торгуйте в профит.